Итак, друзья, всех приветствую, с вами Станислав Орехов. У нас сегодня по вашим заявкам передача, и сегодня мы комментируем планировки. Я сделал анонс в сторис, попросил тех, кто уже сделал планировки, присылать мне их на разбор, и выбрал три, которые были сделаны по правилам, а правила были достаточно простые. Нужно было всего лишь прислать планировочку на комментарий, там уже должны быть не просто пустая планировка, да, уже должно быть что-то нарисовано. И сейчас я дам комментарии, чтобы был чистый эксперимент, я буду прямо сейчас их заранее не смотреть, а прямо сейчас, прямо в эфире вместе с вами смотреть, в принципе, так и работает арт-директор, когда им присылают дизайнер работу. Единственное отличие, что он немножечко, арт-директор немножечко в контенте, да, он в контексте, он знает, что нужно было сделать, здесь я не знаю, то есть могу догадываться. Соответственно, какие-то вещи, возможно, да, я скажу не с учетом той семьи, либо тех конкретных ситуаций, которые были у человека, но тем не менее я дам, ну, такой, как бы общий разбор. Поэтому давайте приступим. Сегодня мы должны прокомментировать три планировки, посмотрим, как у нас получится. И поехали. Планировка номер один. Здесь у нас получается такой одноэтажный дом, насколько я понимаю. Сразу же бросается в глаза вот эта вот конфигурация, да, ну, не до конца понятно, что это такое. Но с этим мы сейчас разберемся. Вообще, как нужно мыслить для того, чтобы посмотреть, правильно или неправильно сделано. Для того, чтобы делать нормальную планировку, нужно понимать зоны, да, в которых будет активность, да, и нужно понимать эргономику, то есть, насколько удобно будет. Мы всегда начинаем с входа. Вот я рисую вход, соответственно, мы заходим. Что мы заходим? Как вообще сделать хорошую планировку? Достаточно просто, если ты знаешь правила. То есть, тебе нужно понимать, какие у тебя функции происходят в доме. Для этого просто нужно представить, как будто ты живешь в доме. Единственная сложность может возникнуть тех, кто в доме никогда не жил и жил только в квартире. Вот, соответственно, когда ты приезжаешь в дом, ты вообще не понимаешь, как там, что происходит. То есть, в этом случае тебе лучше обратиться к дизайнеру-архитектору, ну, они знают, да, либо к соседям, да, кто уже живет и знает. Хорошо, ну, допустим, мы знаем, допустим, понимаем, как нужно, заходим. То есть, первое, на что обращаем внимание, дверь. И что тут очень важно с дверью, что вот она у нас справа, получается, достаточно маленький такой заплечик, да, вот сбоку. Я сейчас приближу, чтобы было конкретнее видно. И здесь мы практически упираемся сразу же в сидушечку. То есть, с одной стороны, это окей, но если есть возможность, я бы сразу сделал как? Чуть-чуть бы здесь побольше бы взял две, да, соответственно, здесь чуть-чуть тоже побольше. Наверное, это уже на стадии фундамента, на стадии планировки уже было понятно, что чуть-чуть это все подвинуть. То есть, ну, ладно, если этого нет, то можно оставить и так. Мы заходим, здесь у нас большое зеркало, что, в принципе, неплохо. Перед выходом мы смотримся сюда и видим себя во весь рост. Окей. И плюс здесь еще зеркало. Окей. Заходим. Здесь сидушечка. В принципе, логично. Кроме сидушечки нам нужны еще очень важные вещи. Это куда-то положить себе ключики, ключницы, да, так называемые. Куда мы можем положить бумажник, ключи, какие-то документы, вещи, да, в принципе, это тоже нужно. Здесь этого нет, вот, поэтому желательно вот в этой зоне это добавить. Дальше, когда мы входим, есть такое очень важное замечание, что мы должны входить на красивый. То есть, мы должны не только функциональный дом делать, но чтобы он был симпатичный. Вот, поэтому, что я вижу? Я вижу вот здесь вот боковушечку. То есть, представьте, что мы заходим и видим шкаф перед собой. Вот здесь вот бок. То есть, здесь ничего красивого особо не будет. То есть, наверное, тут какой-то щиток даже, да, устроен сделал. И немножко сбоку мы видим зеркало. Ну, в принципе, окей. Но, как бы, по фэн-шую, говорят, не очень круто, когда ты заходишь и видишь зеркало. Поэтому, если вы уважаете фэн-шую и всякую другую магию, то, в принципе, этого делать не нужно. Здесь две проблемы возникают у нас. Давайте я отмечу. Проблема номер один, она вот она. Потому что угол вот этот будет виден. И проблема номер два, зеркало сдвинутое. Вот, поэтому лучше от этого избавиться. Ну, хорошо. Что еще? Абсолютно логично, что нам нужно куда-то поставить вещи, положить вещи. Здесь мы проходим куда? Проходим вот сюда вдаль. Мы видим вот этот шкаф. Окей, шкаф у нас есть. Но, знаете, в чем тут минус вот этого большого шкафа, если предыдущие даже вещи мы учли? В том, что нам надо идти по дому достаточно много. То есть, если у нас грязная обувь, у нас вот сюда, сюда, сюда пошел весь мусор. Да, отсюда он растащился по всему дому. Это не очень хорошо. Лучше, чтобы шкаф у нас где-то был. И здесь у нас самое такое нормальное место, в общем-то, да, которое позволяет нам разместить хорошую большую гардеробную. Вот оно. То есть, логично заходишь, сюда всю грязную одежду скинул, если тебе нужно чистую, ну, верхнюю одежду, да, уже снять, то ты уже идешь дальше. Это было бы более логичное решение. Вот эти всякие декоративные перегородки вообще никогда не нужно делать, вообще никогда никакие декоративные перегородки лучше не использовать. Лучше пространство решать сразу, чтобы оно нормально работало. Поэтому вот это точно нет. Дальше сам вот этот шкаф конфигурации такой, да, он тянет на целую гардеробную, но выглядит просто как шкаф. Шкафы вообще, ну, тем более такие большие, они некрасивые, они, как бы, интерьер загромождают, как бы, смысла никакого в нем нет. Если ты заходишь в гостиную в основную, да, допустим, здесь и здесь у тебя как, ну, все вот это вот можно отдать под гардеробную, да, например, было бы это вот так вот, например, сделано здесь шкаф, да, тут мы входим, соответственно, здесь там какая-то сидушка, да, и здесь мы входим. Мы входим еще в гардеробную, чтобы можно было вот так вот разместить. Тогда у нас вот этот весь бардак, смотрите, заметьте, что я сейчас ровно вот таким P-образным вырезом сделал, ну, то есть вот эту часть, по сути, перенес сюда. И при этом у нас аккуратненько эту дверь, получается, вход. Все, мы входим, там ведь вся бардачина, все висит, нам не нужно ничего вот эту вот большую, длинную, вот эту делать конструкцию шкафа, у нас все четко, аккуратно. Плюс вот эту стенку мы можем сделать каким-то красивым там акцентом, ее можно там, не знаю, в стиле лофт сделать, задекорировать как-то. То есть, которая будет двигаться туда-сюда. То есть, сама по себе вот эта вот конструкция, да, сбоку можно поставить, естественно, какие-то цветы или что-то, да, какие-то более интересные вещи. Вот, таким образом у нас будет, ну, уже композиция, да, если сбоку я сейчас попытаюсь нарисовать, сбоку это будет выглядеть так. То есть, я напоминаю, что это мы входим, да, и все это смотрим. Сбоку это будет выглядеть примерно так, допустим, какая-то дверь, либо даже не дверь, а до конца, до потолка. Вот она может быть какая-то, я не знаю, какой здесь стиль, в принципе, любой в стиле лофт. И здесь у нас какие-то там цветы, растения. Вот у нас и подсветка, допустим, сверху. Вот у нас сразу же интерьерная история появляется вместо вот этой вот боковушки. То есть, задача дизайнера, архитектора запроектировать так, как человек будет входить и будет видеть. Так, надеюсь, с этим все понятно. Все это дело стираю. Хорошо, что дальше? Да, и в этом случае что мы получаем? Мы получаем достаточно изолированную вот эту зону. Да, я так понимаю, хотелось ее изолировать, избавиться. И сюда входим уже чистенькие, аккуратненькие. Здесь, если что-то нам нужно сделать, да, здесь мы можем какие-то книжные шкафы сделать, еще какие-то шкафы, если нам нужно. У нас здесь позволяет абсолютно, с этой стороны, позволяет территория все это сделать. Поэтому все будет симпатично. Примерно так. Так, единственный минус в этом всем вопросе в том, что сюда не будет попадать солнечного света достаточно. Но, в принципе, может быть, это и не нужно, потому что, ну, то есть, можно сделать, сколько тут, 2 метра проем, что будет вполне достаточно, да, и здесь вот гардеробочку, а сюда будет, ну, так или иначе попадать. Здесь, тем более, мы не останавливаемся надолго. Плюс я бы посмотрел еще, как в доме сделано, возможно, стоило бы здесь или здесь где-то на фасаде сделать тоже отверстие. Может быть, какое-то круглое, может быть, еще какое-то, может быть, в пол, может быть, вот эту дверь сделать стеклянную, чтобы вот сюда попадал свет. Это было бы тоже классно, то есть, входную дверь сделала стеклянную. Таким образом, я бы отсек всю вот эту часть общую, да, и у нас бы получился вот такой вот красивый уже осеченный функциональный интерьер. Так, с этим мы разобрались, да, это только первая часть. Идем дальше. Дальше мы заходим, и что мы видим? Мы видим кухню. Ну, во-первых, по планировке вот эта вот верхняя часть не показывается. У нас отсек, всегда идет отсечение на высоте h равно 1100. Вот такая вот у нас задача, да, дизайнерская. Отсечься на h1100. Все, что выше, показывать не надо. Это уже показывается на развертках, либо на визуализации. Вот, а то, что внутри, обычно, наоборот, показывают. То есть, нужно понять, где у вас какие шкафы будут, да, по 600, там, по сколько они будут, что будет храниться. Ну, допустим, окей. Холодильник. В принципе, нормально. Мне нравится, что вот эта стенка, она тоже сделана именно стенкой. То есть, холодильник видно не будет. Только тут надо, ну, учесть, чтобы он был, ну, размер холодильника, если это большой, какой-то side-by-side холодильник, то он больше 60, а не 55 плюс на 5 сантиметров, а обычно больше. Вот, поэтому он может не влезть. Лучше понимать, какая у нас будет, какой у нас будет холодильник. Идем дальше. Что следующее? Следующее, ну, вот здесь по кухне сказать ничего не могу. Мне нравится то, что у вас сделана большая вот эта линия. Это очень классно. Хорошая история с линией, поэтому здесь все классно. Дальше окно отлично. Готовка, все хорошо. Ну, в принципе, если лестница здесь сделана по центру, ну, как бы, окей. Здесь тоже все хорошо. Расстояние вполне 1200. Хорошее расстояние, если тут есть. Ну, тут похоже примерно такое. С этим все нормально. Стол отлично. С этой стороны сидим, да, для завтраков. Ну, вот единственное, что может быть для такого большого дома два места достаточно мало. То есть, может быть, чуть-чуть побольше сделать, ну, где-то, да, и все-таки три стульчика уместить. Как-то оно, мне кажется, больше позволяет. Вот, с этой стороны понятно, что не нужно. Да, потому что здесь будет, скорее всего, там, с той стороны шкафы. Что тоже, в принципе, неплохо. Как вариант, сюда тоже можно либо мойку занести, да, либо плиту. Но это не обязательно. Сейчас, в общем-то, эта тема нормально сделана. Поэтому с этой стороны ставим плюсик. Планировки. Идем дальше. Здесь у нас получается стол. Хорошо. Вот здесь начинается проблема. Абсолютно это недопустимо. Если мы... А, вот, кстати, я тут не понимаю. 18, да, первая ступенька это вот эта. Мы сюда не пройдем. То есть, вот тут, наверное, самая большая ошибка сделана, что для того, чтобы зайти вот сюда, нам нужно обойти вот так вот, вот так вот так. Это очень плохо. Это очень плохо. Это, наверное, самое главное вот здесь вот, ну, наравне с коридором. Как бы такая вот оплошность, да, так делать не надо. Вот. Поэтому что мы тут делаем? Либо мы смещаем лестницу. Ну, что здесь будет трагично, да, достаточно для интерьера. Либо делаем все-таки какие-то диваны. Раз диван, два дивана. Чтобы можно, кстати, как вариант, чтобы не на одном сидеть, а вот туда выходить. Телевизор обязательно по центру. То есть, ну, желательно, чтобы у вас вот эта вся конструкция, она просматривалась. Вот эта вот часть, то есть, если вы делаете. Потому что ось, так называемая, есть. Если у нас все предметы стоят на оси. Раз, два, три. Основные вещи. То это все красиво. Если у нас вот такое смещение идет, вы же телевизор все равно видите, и вы смотрите отсюда, допустим, вот отсюда, и видите, что у вас там телевизор смещен. Это не очень клево. Поэтому старайтесь, правило такое, сделайте ось и по оси выдвигайте там весь вот этот вот, всю остальную конструкцию. Вот. Как вариант здесь решение, в принципе, неплохое. Да, я вам сейчас показал, не меняя, не трогая конфигурацию всего дома. Значит, делайте очень просто. Значит, диван один, диван два. Вот так вот сидите, ну, как бы боком получается. Вот сюда. И здесь должен быть проход. Без прохода это тяжело, то есть, придется обходить. Другой вариант, это, наверное, там лестницу переносить, либо еще что-то сделать. Но здесь уже нужно, наверное, индивидуально как-то смотреть отдельно. То есть, плюс вот такой вариант, минус, который как был, это абсолютно точно. Идем дальше. Куда мы попадаем? Ну, во-первых, вот эти вот косые углы лучше, конечно, нигде не делать, лучше их избегать. Получается некрасиво всегда. Вот мы заходим, тут какой-то кусок, тут какой-то кусок непонятный, ни туда, ни сюда. Лучше так не делать. Как быть? Старайтесь всегда делать прямые углы, прямые линии, никаких закруглений, никаких под 45. То есть, в данном случае, ну, лучше всего было бы как-то вот так сделать. Да, здесь типа мы не проходим, ну и ничего страшного. Значит, можно как-то по-другому сделать. Можно отрезать было, можно еще что-то. Ну, то есть, надо смотреть по конфигурации, как это делать. Сейчас вот эти вот углы боковые, они не по дизайну некрасивые, не функциональны, они, ну, не очень хороши. То есть, можно делать, но как только в каких-то таких уже случаях критичных. Как это делать? Тут надо переколбашивать эту всю историю, но в целом лучше вот просто, как правило, так не делать. Почему углы сказал? И вот этот, и вот этот. Дальше. Стол у вас 500 стоит, это очень мало. Лучше всего стол по ширине, чтобы был 700. Если вы там сидеть будете долго работать, вы просто вот так вот сделаете, у вас будут ноги упираться вот сюда. Вот здесь вот будет проблема. Вот, не очень хорошо будет. Поэтому 600, 700, ну, 600 можно сделать, и нормально будет. Здесь, кстати, хорошо, что вы сделали открытие, чтобы было понятно, что открывается. Еще в таких случаях обычно сразу же рисуются шторы. Вот здесь у вас будут шторы, не будут. Почему? Ну, потому что от этого будет зависеть, вот, есть ли у вас здесь до конца будет или не до конца. То есть, будут ли шторы или нет. То есть, они занимают тоже место, и когда вы будете проектировать мебель, это тоже нужно обязательно учитывать. Так, дальше здесь кровать окей. Тоже ось лучше держать прямую, и телевизор не смещать. То есть, делать нормальный телевизор везде. Здесь хорошо, хорошо. Хорошо, 500, нет, 500 это мало. Запомните, пожалуйста, правило, одно из основных. Всегда, всегда 600, 600, это шкафы. Всегда шкафы, это 600. Ни в коем случае не 500, не 550. Ну, 550 это плечики, потому что идут, а сам шкаф идет 600. Это нормально, что все влезет, ничего там выпирать не будет, ни пальто, ни рубашки. 600 возьмите. 500 у вас просто не влезет, это будет ни туда, ни сюда. Вот это точно нет, делайте 600. Ну, здесь тоже по оси, я сказал, делайте обязательно. Так, что тут у нас, чтобы меня было видно, чтобы всех было видно. Дальше, заходим. Внутрь попадаем. Здесь тоже непонятно. 600, вот тут хорошо. Здесь хорошо. Make up стол, да, хорошо. В принципе, здесь претензий нет, все отлично. Заходим дальше. Открываем внутрь, это тоже хорошо. Бойлер окей. Тут какая-то часть не очень понятна. Стирка, сушка. Ну, бойлер, наверное, просто не очень красиво будет выглядеть. Я бы здесь его именно в шкаф какой-то запихал, но это уже вопрос дизайна. С остальным хорошо. Здесь унитаз стоит, но куда у нас уходит слив? Вот непонятно, где здесь слив. Вопрос ставлю. Ну, я просто по плану не вижу. Надо запроектировать, чтобы был удобно слив воды, канализация, чтобы уходила. Вот где она здесь, просто по планировке это непонятно. Здесь у нас немножко выпирает, да, получается, ванна. Ну, в принципе, допустимо. У вас достаточно большой объем. Я бы ванну делал отдельно стоящую. Она прикольно смотрится, чем встроенная, нормально. Я думаю, даже можно по-другому сделать. У вас прикольно получается. Ванну вообще я бы вот так вот, наверное, поставил, чтобы красиво было в это самое окно смотреть. И тогда уже как-то по-другому можно конфигурацию сделать. Ну, все остальное. Здесь самая красота именно в ванной, что она стоит около окна. Представляете, как будет здорово, когда заходишь. Я бы так сделал. Ну, соответственно, остальные предметы можно туда-сюда перекомпоновать. Либо сюда, либо сюда. Ну, в общем, здесь уже дизайн позволяет. Можно вот так сделать. Вот так вот раковины болят куда-то. Одну сюда, одну туда. То есть, тут уже можно подумать. Вот ценность в ванной была бы вот такая, было бы прикольно. У окна классно, делал много раз. У самого так сделана очень хорошая история. Так, заходим в следующую спальню. Мне не нравится вот такой вот длинный коридор. Он просто ни к чему. Ну, понятно, что тут, наверное, с ним ничего не сделать. Ну, видимо, как. Тут, наверное, уже конфигурация дома или что это. Непонятно, что это за дом. Почему он так сделан. То есть, вполне логично. Ну, не знаю. В общем, непонятно, почему так дом сделан. И зачем вот этот переход. Он не очень логичный. Дальше. Ну, тогда хотя бы, может быть, тут еще дверь. Тогда шумоизоляция была бы. Тогда вот эта зона, комната была бы вообще отдельная. И сюда можно, кстати, отдельный какой-то вход. Вот, да, ну, чтобы как отдельная квартира сделана. Тогда имеет смысл. Но здесь такого нет. Скорее всего, тут еще вместе с остальным домом работать. А, давайте посмотрим тогда еще один санузел у нас. Вот он. Заходим. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Инсталляция. В принципе, здесь все, да, хорошо. Ну, вот за исключением вот этой части. То есть, если бы она была прямая, здесь можно было бы какой-то либо шкаф, либо что-то еще дополнительно полезное поставить. Так, смотрим следующую историю. Следующая у нас идет. Так, заходим. С этим все в порядке. Makeup. То же самое. 400 достаточно мало. Чуть побольше лучше сделать. Ну, видно, что с окном, да, тоже проблем можно его двигать. Опять у вас не по центру телевизор. Почему он не по центру, я не понимаю. Ставьте просто по центру телевизора, и все, это будет части. Вот здесь видно же, что у вас не открывается. У вас же окно так... А, это ковер, да, наверное? Окей, если ковер, то хорошо. Вот так обычно делается. Дальше кровать. Отлично. 1800. Хорошо. 380. Очень мало. Не зайдешь. То есть старайтесь оставить 600 прохода, везде 600. Не делайте меньше. Это уже, ну, не так красиво будет, не так функционально. Вот так вот бачком-бачком туда будешь заходить. Не самая лучшая тема на 380. Поэтому спокойно туда-сюда подвинуть, ну, всегда будет удобнее. Вот сюда здесь позволяет, в принципе, место это сделать. Ну, вот, наверное, пока и все. Спасибо за присланную планировку. Надеюсь, комментарии были полезны. Если да, то пишите комментарии. Если с чем-то не согласны, пишите комментарии. И в следующих планировках увидимся на следующих видео. Если вам все это интересно, пишите, какие еще разборы делать. Присылайте планировки. Будет время, будем комментировать. А те, кто хочет самостоятельно научиться всему этому процессу, приходите на курс по дизайну, где я вас обучаю лично по своей технологии работать и разбирать планировки так. На курсе я разбираю примерно вот такие планировки, ваши уже планировки, и учу вас работать. Если вы хотите сделать собственный дом, точно так же вы можете со мной сделать собственный дом самостоятельно, с моим надзором. То есть вы получаете опытного преподавателя в качестве своего армдиректора, наставника, который вместе с вами не позволит вам ошибиться и сделать свой дом такой, как он должен быть. Все, до встречи и удачи!